Новогодние праздники все ближе, и сердце томится в ожидании чуда. Сегодня мы поговорим с вами о нескольких увлекательных занятий, которым придаются люди разных стран во время рождественских каникул. Австралия находится в южном полушарии, поэтому Рождество у них выпадает на самый разгар лета. А поскольку на улице жара, никому перед телевизором сидеть не хочется, и народ устремляется на пляж. Так что неудивительно, что здесь Санта-Клаус появляется со стороны океана на доске для серфинга. В 1974 году празднование Рождества совпало с разрушительным циклоном Трейси, который прошелся по северному побережью и привел к гибели более 60 человек. В Австрии Рождество это не только праздник, но и повод приструнить непослушных детишек. Молодые парни одеваются в жуткое существо, которое называют Крампус. С козлиными рогами, колокольчиком и розгами. В таком виде они сопровождают Святого Николая, который в этой стране заменяет Санта-Клауса и Деда Мороза. Добрый святой дарит послушным детям подарки, а его антипод Крампус грозит сосунуть тех, кто не отличается хорошим поведением, в мешок и унести в свою страшную пещеру. Во Франции дети перед сном оставляют у Камина свою обувь, чтобы Перри Ноэль мог наполнить ее подарками. Отправляясь спать в рождественскую ночь, французские дети оставляют обувь у Камина. Когда Перри Ноэль, французский Дед Мороз, приносит подарки, то раскладывает их в соответствующие ботиночки и сапожки, а маленькие игрушки, фрукты и орехи, развешивает на елке. В Британии дети бросают письмо отцу Рождества в горящий камин. Британские дети пишут свои желания на лесках бумаги, но вместо того, чтобы отправить по почте, бросают в горящий камин, надеясь, что дым поднимет их по трубе и донесет до Северного полюса. Если письмо не успеет подняться и загориться, ребенку придется написать другое письмо. В Индии вместо елки наряжают манговые деревья или банановые пальмы. В Индии большинство населения исповедует индуизм или ислам, но та небольшая часть, что празднует Рождество, наряжает в этот праздник банановые пальмы или манговые деревья. В Мексике принято бить тарелки в знак прощания с уходящим годом. В мексиканском штате Оахака на Рождество принято устраивать шествие по залитым фонарями улицам и стучаться в каждую дверь, изображая ищущих пристанище Марию и Иосифа. Дойдя до местной церкви, люди бьют керамические тарелки, что символизирует прощание со Старым Годом. В Норвегии прячут мётлы, чтобы ведьмы не озорничали. Норвежцы верят, что в рождественский сочельник в небе снуют вельмы и другие зловредные духи. А поскольку мётлы считаются главным средством передвижения ведьмы, то в норвежских домах принято припрятывать их в укромных местах. Музыка 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 Музыка